Дымоходная труба В то же время важно защитить саму дымоходную трубу, а именно швы между внутренней стенкой и внешней от возможного образования конденсата, так как вверху перепад холодного и горячего воздуха и может образовываться конденсат. Чтобы этот конденсат, деготь и сажа не затекал между швами, нужно сюда цепить конусный оголовок. Конусный оголовок, важно, обращайте внимание, должен быть утепленный внутри. То есть он должен быть выполнен как с внешней нержавейки, так и с внутренней, и помимо этого внутри должна быть базальтовая вата. Обращайте на это внимание. Почему его делают полностью из нержавейки? Потому что самая верхняя часть дымоходной трубы, повторюсь еще раз, имеет постоянный контакт с холодным и горячим воздухом, и тут в любом случае образовывается в какой-то степени конденсат. Конденсат, который образовывается на нержавейке, как внутри, так и снаружи, он меньше ей приносит, скажем так, неприятности и плюс. Таким образом, наш дымоход, наша труба, сэндвич, защищена, и конденсат, если он в какой-то степени стекает, он уже не попадает между швами. Если хозяин хочет все-таки защитить саму трубу, внутреннюю часть, от возможного попадания дождя или снега, особенно в летнее время, когда котел не эксплуатируется, можно докупить вот такой грибок. Я не рекомендую его использовать в отопительное время, потому что он может привести к попаданию угарного газа внутрь помещения и к ухудшению тяги. Но в дымисезон, если вы хотите, вы можете его с легкостью сюда вставить, в оголовок. То есть грибок-вставка, если у вас есть доступ к верхней части вашего дымохода, легко вставляется туда. Раз, и все. И на летнее время у вас дымоход защищен от влаги. Стоимость такого грибка всего лишь 190 гривен. Когда наступил отопительный сезон, вы опять его с легкостью снимаете. И приступаете к эксплуатации тверотопного котла без грибка. Вода или конденсат, который может стекать по внутренней части трубы вниз, это не проблема, потому что в самой нижней части дымоходной системы у вас есть тройник, у которого есть съемный капельник, через который любое количество влаги может отсюда выйти. И в котел это не попадает. Более того, капельник всегда можно снять, почистить, убрать скопившийся шлам или крупный мусор. Капельник. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...